МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске развязка близко. Когда вы у нас это всё выкупите, тогда мы вам дадим разрешение, а кусок теплотрассы здесь приложим. Почему сами водители мешают сдаче нового моста? Испытания сетей и нервов. Конечно, не готовы потерпеть. Когда в квартирах тюменцев вновь появится горячая вода. Пол России налегке. Заплавки, камеры, насосы, продукты, естественно. Тюменец решил на велосипеде доехать до Кронштадта за 70 дней. О заметных историях, интересных людях и профессиях точнее в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнём с главного. Российские губернаторы сели за парты. Государственную учёбу курирует управление внутренней политики администрации президента. На семинарах главы регионов прослушают лекции российских и зарубежных специалистов по вопросам современного менеджмента, маркетинга, стратегии управления регионом и создания благоприятного инвестиционного климата. Это вопросы, связанные сегодня, ну, в общем-то, с таким корпоративным управлением, управлением вообще, использованием сегодня в управлении новых информационных систем. Значит, вот это, ну, скажем так, чтобы не было такого, что чиновники – это некие отсталые люди, а вот сегодня, значит, топ-менеджеры наших лучших, скажем так, компаний, крупных компаний, это вот, ну, они впереди планеты всей. Пример того, как управлять в ручном режиме, губернатор показал тюменским блогерам. Вместе они побывали на нескольких строительных объектах, в их числе путепровод на пересечении Широтной и Мельникайте. Близка ли развязка, расскажет Денис Багрицкий. Их цель – успеть все в срок, и даже раньше. Рабочие трудятся на одной из крупных тюменских строек. Развязка на перекрестке Широтной и Мельникайте поможет разгрузить город от пробок. Сейчас вот должны еще пластины подвезти, и мы заварим, и скоро уже начнется разделительная полоса, и, в общем, думаю, что скоро сдадим. Прямой ход по развязке откроют уже в сентябре. Так пообещали губернатору во время его визита на стройку. Хотя есть проблемы с перемещением теплотрассы. Она чуть затронет территорию рядом стоящей автозаправки. Поначалу руководство АЗС было готово сотрудничать, теперь выставляет новые условия. Теперь, когда нам надо завершать и сдавать объект, и тут надо кусок теплотрассы, ребята теперь говорят, а вы у нас это все выкупите? Тогда мы вам дадим разрешение, кусок теплотрассы здесь предложить. К подрядчику претензий нет. Компания ведет работы и по строительству развязки, которая соединит объездную и Добольский тракт. Там те же проблемы. По проекту две опоры попадают в частное владение. Как раз администрация опять же ведет переговоры о покупке земли. Тоже, насколько мы знаем, цена была названа одна, но после каких-то там умозаключений или сгора, как назвать, мы не можем точно констатировать, но на сегодняшний день заявлена большая цена. И на объекте в районе монтажников ситуация схожа, но работы продолжаются. Ремонт дорог в этом году идет ночью, чтобы не создавать пробок в часы пик. В начале улицы Одесской трудятся несколько бригад. Здесь работы идут быстро, но сроки тормозят сами водители. Рабочие рассказывают, нередко автолюбители возят с собой в машинах биты и готовы решать дорожные конфликты таким способом. Теперь строители просят выделить им сопровождение сотрудников ДПС. Еще один волнующий всех вопрос о перекрытии улиц центра города в празднике. Глава региона заявил, такая практика все же продолжится, а тюменцы в красные дни календаря могут пройтись пешком. Есть некие городские мероприятия, которые проводились и будут проводиться. И никто на это не пойдет. Мы будем перекрывать улицы. И эти мероприятия, которые исторически у нас проводились, мы их будем проводить. Главное событие в ближайшие полгода – День города и эстафета Олимпийского огня. Празднование состоится в срок в историческом центре Тюмени. Денис Багрецкий, Роман Ченахов, Сибинформбюро. На каких дорогах водители рискуют попасть в пробки, подскажет наш ежедневный теленавигатор. По-прежнему закрыт перекресток Пархоменко 9 января. Там идет капитальный ремонт. А вот съезжая с Пермяковского моста на республику, сразу перестраивайтесь в средний ряд, потому что правой занимает техника. Там идет расширение улицы. Пробка может образоваться на электроне. На пересечении республики Иваровского начнут латать дыры в асфальте. Также дорожники выйдут на Широтную. На участке от Народной до Малой Боровской завершается ремонт. О громком дорожном происшествии на федеральной трассе узнаем из обзора событий моей коллеги. Коротко о важном. Трагедия во время автопробега Пекин-Париж. На трассе Тюмени-Омск произошло лобовое столкновение Вольцвагена и Шевроле. Последним управляла 46-летняя Эмма Уилкинсон. По свидетельствам очевидцев, она не успела уклониться от выехавшего на полосу встречного движения автомобиля. Водитель автомобиля Вольцваген Поло, 32-летний, житель города Сургута, был в очень утомленном состоянии. По предварительной версии он двигался очень долгое время за рулем и уснул на хорошей дороге. В результате ДТП водитель Вольцвагена и его трехмесячный сын погибли на месте. Мать-младенца с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию. Не пережила аварии жительница Великобритании. Пермяковский мост подвергся серьезному ремонту. Сотрудники Тюмень-Гормоста приступили к замене опорных частей путепровода. Одновременно идет реконструкция лестничных пешеходных сходов. Как заверяют строители, масштабные работы никак не отразятся на движении автомобильного потока. Люди, которые ходят по лестничным сходам, да, там проблема будет. То есть мы вот закрыли его, считайте, сейчас вот нужно его залить. Надо, чтобы какой-то промежуток времени прошел, чтобы бетон, ну, раствор схватился. Поэтому это да, а по транспорту не должно быть никаких проблем. В общей сложности на восстановление путепровода потратят 7 миллионов рублей. Завершить работы планируют осенью. В Тюмени пора массовых эвакуаций. Сегодня по тревоге покидали здание ученики школы номер 50. Как и положено, по нормам коридоры и классы опустили ровно за 3 минуты. Но не обошлось без ошибок. На этот раз их делали не дети, а педагоги. Такие тренировки хоть и проводятся 4 раза в год, но многие руководители учебных заведений до сих пор не знают, как действовать во время пожара. Общие ошибки не всегда, значит, умеют включить ручной пожарный извещатель. Второй момент, как в данном случае, не направлен человек для встречи подразделений пожарной охраны. Эвакуации уже прошли в 23 учебных заведениях Калининского округа. В августе пожарные вновь вернутся в школы, чтобы напомнить правила пожарной безопасности перед новым учебным годом. А вот коммунальщики к вопросу готовности к отопительному сезону по нескольку раз возвращаться не планируют. В этом году они тестируют инженерные сети по новым правилам. Что изменилось, выясняла Ирина Канева. От работы этих напарников летом зависит комфорт жизни зимой восьми домов по улице Профсоюзной. Для трупа прессовка – это целое испытание. Сети проверяют промыткой под давлением. Выявленные дефекты тут же устраняют. На этом объекте их оказалось немного. В противном случае подготовка к отопительному сезону могла затянуться. Из трубочек потекла бы вода, тогда бы мы их глушили. Как только побежало с двух сторон, они глушатся. Ставятся заглушки, забиваются. В фонтанах были, когда рубашка на боли ровалась. Так называемая рубашка, где проходит отопление. Вот ровалась рубашка и фонтан был. Тюмень поделена на семь участков. Чтобы люди меньше сидели без горячей воды, в этом году опрессовку ведут одновременно, как на магистральных, так и на внутридомовых сетях. На подготовку к зиме одной небольшой улицы коммунальщикам отводится две недели. По причине позднего отключения, на два дня позднее отключили теплотрассы, поэтому нам немножко не хватило срока. И второе, значит, у нас по причине большого количества замены задвижек, запорной арматуры и замены калачей, значит, большой объем работы сварочной и монтажных работ. Граждан старания сантехников по обновлению оборудования не волнуют. Конечно, не готовы потерпеть. Это все возмущает. Очень тяжело без горячей воды. Ни ребенка не помыть, не постирать. Как говорится, кто руками стирает. Еще одно нововведение – формат приемки домов. Многие там особо одаренные у нас, что называется, раз по пять заворачивались, не могли сдать дома. А по некоторым, которые были в конце графика, выяснялось чуть ли не в конце августа о том, что там еще конь не валялся, ничего не делалось. И нам в пожарном порядке, в ручном режиме приходилось в последние дни перед запуском готовить дома. В этом году такого не будет. На профсоюзные воды уже дали, а значит, испытания сетей, а заодно и нервов граждан, проживающих на первом призовочном участке, этим летом завершены. Ирина Канева, Дмитрий Кондратенко, Сибинфорумбюро. 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут. В среднем коммуналка должна подорожать на 12%. Но это при условии отсутствия роста в первом полугодии 2013-го. В целом же годовое повышение не превысит 6%. Такое ограничение еще в марте ввел премьер-министр страны. Не ожидается резкого роста тарифов и в Тюменской области. Повышение будет сбалансированным. С 1 июля плата за газ увеличится на 15%, за электроэнергию на 12%. В денежном выражении это около 20 копеек. В домах с электроплитами цена киловатта составит примерно полтора рубля. Там, где электроплит нет, 2 рубля 17 копеек. Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение ограничат 4%. Как разобраться в обилии стройматериалов и заодно неплохо заработать? Ответ на эти вопросы уже нашла одна представленная в Тюмени международная компания. Раскрылась секрет успеха и Анастасия Косымова. Тюменцы ждут окончания стройки на перекрестке улиц Мельникайца и Широтная. Здесь возводят крупный торгово-развлекательный центр. Уже известный один из якорных арендаторов – компания «Леруа Мерлен Восток». Гипермаркет разместится на площади более 10 тысяч квадратных метров. Компания «Леруа Мерлен» – это крупная международная компания, сеть гипермаркетов, которая специализируется на продаже строительных материалов, товаров для дома, для дачи и сада. Основанная компания в 1923 году во Франции. В настоящее время занимает первое место по товарообороту в Европе. Открытие «Леруа Мерлен» – это новые рабочие места. Компания уже объявила о наборе персонала. Открыто более 200 вакансий. В Тюменском офисе фирмы начались собеседования. У нас открыты вакансии продавец-консультант, кассир-консультант и сотрудник склада. При приеме на работу в первую очередь мы обращаем внимание на мотивацию соискателя и его готовность к обучению. А возраст и опыт его предыдущей работы для нас не столь важны. Среди преимуществ работы в «Леруа Мерлен» отмечают стабильность, официальную заработную плату и соцпакет. Илья Симончик – один из соискателей на должность продавца. Меня привлекло, во-первых, то, что это крупная компания, расширенный соцпакет и возможность карьерного роста. Это первым делом то, что меня волновало, поэтому я сюда пришел. Открытая «Леруа Мерлен» планируется осенью этого года. К этому моменту в 10-тысячный штат международной торговой компании вольются и тюменцы. Анастасия Косымова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Куда пойти работать? Об этом сегодня задумываются не только взрослые, но и дети. Причем для школьников кажется привлекательной не только офисная служба, но и тяжелый труд на заводе. О помощи в выборе будущей профессии Юлия Сауляк. Это свая, это служит для фундамента высотных домов. Экскурсию ведет заслуженный строитель России Татьяна Мальнёва. Даже сложную технологию она объясняет понятно и просто. Очень прочный, если говорят, ну железобетонный характер, да? Или что-то другое. Самым смелым школьникам дают и у станка постоять. Никите Бородину повезло. Он младше других, но уже попробовал себя в роли оператора по производству плит. Там ничего опасного не было, просто надо было нажать на кнопку, и она заработает. Теперь ребята знают, что ручного труда на заводе почти нет. Лопаты заменила сложная техника, а рабочие профессии стали более престижными. У нас есть здесь дети и 6-го, и 7-го класса, казалось бы, не так далеко. Окончание школы. Они сейчас на перепутье. Они не знают, куда им пойти. Пойти им ли в 11-й класс, или им пойти куда-то в колледж, или получить среднее специальное образование. С замиранием сердца дети смотрели и на арматурную сварку. Увидеть производство своими глазами удается не каждый день. Несмотря на возраст, школьники задавали совсем не детские вопросы. Как ни странно, спрашивают, сколько платят, какие нужны профессии. То есть люди уже конкретно так подбираются к вопросу. Раньше трудовую практику на заводе проходили только студенты профильных вузов. И последний год с производством знакомят и школьников. На заводе надеются, заботу о подрастающем поколении поддержат и другие предприятия области. Я вообще считаю, что однозначно все руководители предприятий, производственных предприятий, предприятий животноводческого комплекса, то есть машиностроители, стройиндустрии, ну, чего угодно, но предприятий, производящие продукты, продукцию, продукты, то есть чтобы они приглашали учащихся знакомиться с их производством, то есть показывать, как это делается. Планируется, что за лето завод посетят более сотни школьников. Юлия Сауляк, Сергей Жирнаков, Сибинформбюро. Кстати, в новом учебном году школьников можно будет узнать издалека. Напомню, Министерство образования утвердило форму. Парадная, повседневная или спортивная? Во что оденутся тюменские дети и подростки, узнаем далее. Тюменская школа номер 27 – одна из тех, где уже давно решили, форма ученикам необходима. Вот уже лет 7, как шьют одежду на заказ. Подходящего производителя, удобный фасон и качество, которое устроило бы и детей, и родителей, искали методом проб и ошибок. На что жаловались родители? Мнется. Это первое. Второе – скатывается ткань. Ну и третье – это небольшие затяжки, которые возникают. Ну, в основном это девочки. В этой школе вопрос с одеждой для детей с 1 по 9 класс решен. Со старшеклассниками сложнее. Производителей, которые бы предложили модели для взрослых детей, нет. Это одна из мини-фабрик по производству школьной формы. Одежду для детей шьют круглый год. Модели детских костюмчиков разработаны тюменскими мастерами. А вот ткани приходится закупать в других регионах. Именно поэтому к неожиданному наплыву клиентов здесь оказались не готовы. Если это все делать в плановом порядке, заранее подготовиться, заранее закупить ткань, фурнитуру и прочее, то, конечно, мы бы одели большинство из тех, кто обратился. Но если это происходит в авральном режиме, форма нужна к 1 сентября, конечно, это сделать очень сложно. Поэтому мы вынуждены были части школ или классов, которые к нам обратились, отказывать. Потому что мы к 1 сентября просто не успеем. В этом году предприятие оденет около 5 тысяч школьников. В будущем планируют еще больше. Заказчики уже выстроились в очередь. Вариант шить одежду в ателье рассматривали и в Ембаевской школе. В итоге от услуг портных отказались. Ценовой ряд. Дороговато родители посчитали. И учитывая то, что дети за лето подрастут, родители изъявили желание сами выбрать одежду для своего ребенка. То есть где им это будет удобно, когда им будет удобно. И что понравится ребенку. Но с учетом единых уже требований, которые были приняты конференцией. Вопрос о том, во что одеть детей, здесь решали еще весной. Обсуждали несколько часов к ряду. Педагоги, родители и ученики остановились на классике. Например, для торжественного случая. Белый верх, черный низ. Так привычнее и проще. Анастасия Косымова, Максим Плюхин, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. Провести лето в поисках формы или приключений. Для тюменских велосипедистов выбор очевиден. Минимум одежды, но максимум впечатлений. За 70 дней любитель двухколесного спорта собирается объехать полстраны. Мои коллеги точнее. За 70 дней от Тюмени через пол России и обратно. Такой план максимум у велосипедиста Романа Гореликова. Он еще никогда не совершал таких дальних велопробегов. Потому поддержка не помешает. Постоянно катаемся. Единственное, что на такие дальние расстояния, что Рома решился. Молодец, что поддерживаем. Велосипедисты своих не бросают. Друзья Ромы всю ночь рисовали плакаты, а он всю ночь собирался. Путь-то предстоит не близкий. До Кронштадта поедет через Екатеринбург, Пермь, Киров, Кострому, Ярославль, Вологду и Питер. Я даже не все взял, что хотел бы. Просто он уже битком так забитый, очень тяжелый. Заплатки, камеры, насосы, продукты, естественно. Теплые вещи, легкие вещи. Там, допустим, так как мне уже практически совать некуда было, у меня шорты вот под низом одеты. Маленько разгружусь, потом переоденусь. Поездку он готовил с прошлого года. На путешествие Романа подвигла статья про немку, которая на велосипеде от своего родного города в Германии доехала до Иркутска. Но и свои уральские велосипедисты подают хороший пример. Есть секрет, что именно Антон Соколов, велосипедист из Кургана, стал вдохновителем Романа на такую поездку. Антон Соколов проехал по всей Европе. Роман сделал маленько по-другому и решил проехать по нашей родной стране, посмотреть прекрасные виды именно Родины. У Соколова же стырили велик в Лондоне, но он на новый-то нашибал. Роман заболел велоспортом пять лет назад. Вместе с друзьями исколесил всю Тюмень и окрестности. И сейчас готов преодолевать по 100 километров в сутки. Этим путешествием тюменец ничего сказать не хочет. Потому сравнивает себя с Форестом Гампом. Тот просто хотел бежать, а Роман просто хочет ехать. Поехали! Обратно путь ляжет через Великий Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Чебоксары, Уфу и Челябинск. На своей странице Роман обещал выкладывать путевые заметки. В общем, ни гвоздя, ни жезла. Лети, Рома, лети! Карина Закирьянова, Ольга Курсман, Дмитрий Кондратенко, Сибин, Форумбюро. День России в Тюмени отметили даже дети. Но все ли знали, что праздновали, выясняла Юлия Головина. День России СССР стала Россия. Это я лично так понимаю. Ох, забыл. По-моему, День Единства. Правильно? День независимости России. Тем не менее, 12 июня, как его ни назови, законный выходной просиживать его дома пожелали, как видно, немногие. На Цветном бульваре народу прибавилось, когда на сцену вышел Тюменский духовой оркестр МЧС России. Центр города пестрил яркими красками. Маленьких тюменцев развлекал клоун. Поздравляю вас с Днем России. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как моя прическа. Любить родину учил и извозчик Николай Ярков. Даже лошадь нарядил под старину. Он всегда был патриотом, а потому праздник для него почти личный. Ничего не променяю на нее. Это мои корни испокон веков. Комфортно чувствуете себя в такой колоритной одежде? Нормально. Жарко, правда. Молодежь в этот день отдыхала по-спортивному. У входа в Центральный парк прошли соревнования по стритболу, а у строителя собрались любители фольклора. День России – прекрасная возможность напомнить. Наша страна не просто большая, а многонациональная. Мы должны хорошо отдавать себе отчет в том вкладе, который сделал русский народ для создания, воссоздания нашего многонационального замечательного государства с прекрасным именем Россия. Праздник свободы и гражданского мира в Тюмени прошел без серьезных разногласий. Юлия Главина, Алексей Красных, Сибинформбюро. В Тюменском цирке тоже праздник. В программе «Морские звезды» – красивые и умные артисты. От кого придут в восторг не только дети, но и взрослые, покажет Ольга Курсман. Все те же, только за манежем. Пока вокруг нет зрителей, артисты цирка могут отдохнуть и спокойно пообщаться. Гумбольты, они более такие общительные. Вот Любаша, она у нас клевачка, клевачка. Наталья Майхровская – одна из немногих, если не единственная в мире дрессировщица пингвинов. Кстати, умеют считать количество рыбы. Либо они получают рыбу, либо они не получают. Если они там делают супер, классно замечаются, то им достается вот такая селедина. Кулисы скрывают не только тайны рациона артистов. Вряд ли зрители догадываются, что один из их любимцев – личность крайне непубличная. Кенгуру от природы очень пугливые. А вот кто не страдает от скромности, так это шимпанзе Джо. Показывает, что народу много, внимания много. На манеже он чувствует себя как дома. Если не репетирует, значит играет. Если не играет, следит за тем, как тренируются другие. Любит наблюдать за репетициями других. Очень часто бывает, что сидит и аплодирует, даже если там что-то удачное. В дикой природе животные сами находят себя. Дрессировщик Салих Гаязов про малышку Маржиху может рассказывать часами. А Плюшка слушает доезд. 15 килограммов отборного кальмара, селедки и моего, между прочим. Когда она вырастет в районе тонны, тогда она будет уже большой артисткой. Большой во всех смыслах слова. Пока Маржиха подросток и все воспринимает играючи. Вот она. Вот она. Да. В общем, если животные не скучают, радуются и зрители. Ведь у них все как у людей. Хорошее настроение тоже передается. Ольга Курсман, Александр Зосимов, Сибинформбюро. На этом у меня все. Берегите друг друга и только хороших вам новостей. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова